Уважаемые 10 классы, продолжаем изучение африканского региона. Я очень надеюсь, что вы уже прочитали весь материал в учебнике и к нему дополнили материал прошлого урока, который я вам давала. Сегодня моё дополнение будет по населению и особенностям хозяйства. Общая численность населения вам известна. Смотрите, пожалуйста, в тетрадочку, положите всё на стол, что вам необходимо. В Африке самые высокие в мире темпы прироста населения, поэтому оно и изменяется. Естественный прирост в большинстве африканских государств превышает 20 промиль. При этом ожидаемая продолжительность жизни в половине стран менее 60 лет. Многие страны, и в седьмом классе вы об этом говорили, имеют продолжительность жизни 45 лет. По уровню урбанизации Африка занимает последнее место среди регионов мира – около 45%. Однако темпы урбанизации здесь высокие. Для многих африканских городов характерна ложная урбанизация. Итак, смотрите, я говорю о том, что по уровню урбанизации Африка занимает последнее место среди регионов мира. То есть по числу городских жителей около 45% только лишь городские жители. А темпы урбанизации, слово урбанизация вам хорошо знакомо. Это речь идёт о городах. И отсюда ложная урбанизация городского населения мало, а есть крупные города, и они стремительно появляются и стремительно растут. Обычно считается, что в Африке живут только народы экваториальной расы. Итак, сразу вспоминаем деление, которое связано с внешним обликом человека, как результат особенностей природы на этом материке, экваториальной расы. Однако это совсем не так. На севере континента основное население, арабы и берберы, относятся к европеоидной расе. В Южноафриканской республике, в самый юг материка, пятую часть населения составляют потомки европейских колонизаторов. Кроме того, некоторые народы и племена в восточной части Африки с тонкими чертами лица, прямыми волосами. То есть, как вы чувствуете, все признаки европеоидной расы. И сегодня даже появились учёные, которые, учитывая особенности черт лица этих людей на востоке Африки, выделяют отдельно в так называемую эфиопскую расу. Но не забываем, что она не является основной. Это переходная эфиопская раса. Расовый состав. По этнической мозаике Африка сравнима только с Азией. До сих пор учёные не могут точно определить число проживающих здесь народов и племён. По одним данным, их 200, по другим – более 2000. Пока нет общепринятой классификации африканских языков. На севере большое распространение получил арабский язык. И его диалекты, а точнее, для Африки сказать, вариации, являются преобладающими. В центре, на юге и востоке для межнационального общения используются языки народов банту и суахили. Но мы не должны забывать о том, что не ушли в историю языки европейцев, которые владели долгое время территориями Африки. И поэтому, ребята, многие страны в качестве государственного языка сохранили европейский язык как государственный, потому что долгое время общение и ведение хозяйства было на этом языке. 21 страна выбрала в качестве государственного французский язык, также 21 страна английский язык, 12 стран арабский язык имеют государственный, и 5 стран в качестве государственного сохраняют португальский язык. Вот для того, чтобы вопрос населения как-то закрепить, и, как всегда, я обращаю внимание, что невозможно только читать параграф, но обязательно надо куда-то посмотреть, что-то увидеть, а это что-то наша карта, и атласы у вас есть. Даже если вы не захотели купить атласы 10 класса, у вас сохранились атласы 7 класса, ими можно вполне пользоваться. Так вот, используя карты, мы с вами должны будем в тетрадочке выполнить задание, тетрадочка-тренажёр, страничка 43.1, то есть рабочая тетрадь, которую я рекомендовала. Но вы не смущайтесь, не каждый из вас её имеет, и это было вовсе не обязательно. Поэтому это задание я вам сейчас покажу. Вы его увидите, запишите, оно легко записывается в тетрадочку, запишите в тетрадочку, и попробуйте его выполнить, читая материал и читая карту. Страничка 43, задание 1. Итак, пожалуйста, задание перед вами. Что нужно сделать? Здесь названо 10 стран. Любимое число нашего автора учебника Максаковского. Нужно переписать эти страны и подчеркнуть те из них, которые были политически независимыми ещё до Второй мировой войны. Эти страны подчеркнуть. Эх окажется не так много. Все остальные страны, что нужно сделать с ними? Посмотрите, пожалуйста, вторая часть задания. Нужно указать у оставшихся стран, колониями каких европейских стран-метрополий являлись они. Колониями каких европейских стран-метрополий они являлись. Различия в природных условиях, особенности исторического развития привели к возникновению в Африке географических субрегионов. В принципе, эти причины были и такие же при изучении других регионов. При делении на субрегионов учитывается различие особенностей природных условий и особенностей исторического развития. для Африки они имеют очень простой состав и очень сходны с их местом положения. Но кроме типичного набора производств спецификой является еще то, что эти регионы не очень заметны и в развитии экономики не учитывается. Но тем не менее, все-таки мы должны иметь представление. Большинство ученых выделяют в Африке 5 субрегионов. И вот это количественное определение совпадает у всех. Что касается состава и границ у разных авторов, они различаются. Но все-таки мы приблизительно можем с вами посмотреть на них и определить, потому что названия этих субрегионов, я уже сказала, совпадают их с географическим положением. Ну, например, один из субрегионов – это Северная Африка. Следующий субрегион – Западная Африка, Центральная Африка, Южная Африка, Восточная Африка, включая остров Мадагаскар. Итак, всего 5 субрегионов – Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка. И опять вам предлагается задание, используя карты политико-административную мира, выполнить задание, которое у нас с вами нумеруется как тетрадь-тренажёр, страница 44, задание 11. Ещё одно задание на чтение карты и выяснение некоторых особенностей. Итак, тетрадь-тренажёр, страница 44, задание 11. В чём суть этого задания? Приведён список городов, и нужно отметить столицы стран Западной Африки, список городов, которые относятся к городам, столицам Западной Африки. Задание перед вами. Спешите его, пожалуйста, и спешите все города, которые здесь перечислены. Абиджан, Абуджа, Акра, с двумя АК пишется, Киншаса, Конакри, Луанда, Монровия, Найроби. Итак, у меня подчёркнуто слово столицы, не все, не вообще любые города, а именно те, которые являются столицей. Ещё один сегодняшний наш вопрос – это особенности хозяйства. В период господства колонизаторов в Африке сформировался колониальный тип хозяйства, так как дольше всех именно на этом материке господствовал колониальный строй. его главные черты. Узкая специализация вплоть до монокультуры. Узкая специализация вплоть до одной единственной, которая выращивается здесь, и больше никакие для рынка монокультуры. Использование ручного труда. Следующая черта. массовой дешевой рабочей силы. Еще одна черта – колониальный тип транспортной системы, которая в большинстве африканских стран развита очень слабо. Однобокая экономика, оставшаяся от колониального прошлого, ставит африканские страны в большую зависимость от конъюнктуры мировых рынков на широкий спектр товаров. В Африке идут интеграционные процессы. И уже первый год XXI века на базе организации африканского единства был создан Африканский союз. Он объединял все страны Африки, кроме Марокко. это не столько политическая, сколько экономическая структура. В 2015 году в Египте 26 африканских стран договорились о создании зоны свободной торговли. Африканский союз зона свободной торговли. на основании природных и этнокультурных особенностей, а также с учетом специфики хозяйства, в Африке выделяют несколько крупных регионов, которые мы с вами как раз уже отметили и записали. Итак, у нас остается внимательно прочитать весь текст нашего материала. Я все-таки прошу вас посмотреть контурную карту, которую вы все сами себе покупали. Она у вас есть в кабинетике. Это другая карта, которая и находилась всегда в классе. Так вот, у нас с вами уже было на прошлом уроке задание «Политическая карта 10 государств этого региона». И к этой карте обязательно дополняется еще одна, мы с вами уже знаем, это города. Находится задание на страничке 302, номер 2. 3. еще 10 городов, которые нужно будет выучить. Ну и кроме того, в тетрадочке «Тренажер» я дополняю еще одно третье задание. Третье задание находится на страничке 44, номер 13. Вы видите 4 подзадания. нас интересует только первое, оно обведено в кружочек. Просто на эрудицию, на проверить себя немножечко, на знание этого региона. Страна Западной Африки, которая не имеет выхода к морю и относится к категории наименее развитых. Страна Западной Африки, не имеющая выхода к морю и относится к категории наименее развитых. Подсказка для того, чтобы найти эту страну, дана. Назван город, смотрите, пожалуйста, списывайте с экрана, Нджа Мена. И вот по названию этого города вы найдете страну. Узнаете страну, которая является наименее развитой в этом регионе и услышите город, который в обычной жизни не упоминался и многие даже не слышали о нем. Учимся, надеемся на лучшее и не переживаем. Естественно, что те задания, которые даются по контурной карте, вы не будете выполнять на оценку до тех пор, пока не проведем тренировочную работу. Значит, это для вас. Вы развиваете свое пространственное видение, вам нужны знания не только теории, но и карты, и поэтому потихонечку готовимся. Все, что нужно, отработаем в классе, и только лишь тогда вы будете выполнять задания на оценку. Продолжение следует...